Алло, здравствуйте, Антон. Слушаю. Меня зовут Евгений Упокоев, информационный агентство УРАРУ. Знаете, хотел узнать, вы действительно заявили отвод судья Тихонова из Екатеринбургского суда? Ну, во-первых, вас зовут не Упокоев, а Карча. Правильно же? Я хочу вас узнать, вы действительно заявили отвод судья Тихонова. С какой целью интересуетесь? Хочу материал об этом сделать. Интересно же. А что на заседание не ходить? У меня есть представители, которые ходят. Зачем я ходить? Мое право, ходить или не ходить. Зачем мне ходить на заседание? У меня есть представители. Ну, сейчас вопрос не об этом. Сейчас вопрос о том, что действительно вы заявили отвод судья Тихонова. А вы как журналист звоните? Сейчас, да, как журналист звоню. А где можно посмотреть ваше удостоверение журналиста? Ну, можете приехать и встретиться со мной. Посмотреть удостоверение журналиста. Нет, вы будете давать комментарии или нет? Мне необходимо сначала удостовериться о ваших полномочиях, как журналиста. Я вам могу предоставить только свое честное слово. Вас устроит это? Слово? Да. Оно у вас есть? Есть, поверьте. А где? Вас устроит такое доказательство или нет? Я хочу получить фотографию на Телеграм. Нет, я не отправляю на Телеграм. Я вопрос задаю. Ваше право отказаться комментировать или согласиться комментировать? А это уже ваше право. Верите мне, что я журналист или не верите мне, что журналист? Моя обязанность, как журналиста, если я делаю материал, и человек в этом материале есть, я должен с ним связаться. У меня был ваш номер телефона, я выполнил свои обязательства. Я хочу у вас узнать, действительно ли это так или нет. Я ничего не прошу. А я требую выполнить закон о СМИ предъявить удостоверение. Показывается? Я вам говорю, удостоверение я вам покажу при личной встрече, если хотите. В данном случае я вам звоню как представитель СМИ и спрашиваю, вы готовы прокомментировать или не готовы прокомментировать? Конкретный вопрос. Какой СМИ как называется? Ура.ру. И все? Информационный портал. Информационный портал? Да, да, да. Информационный портал Ура.ру. Мало того, что вы псевдонимом представляетесь, вы еще говорите о том, что вы работаете в несуществующем СМИ. Нет такого СМИ? Окей, если вы считаете, что такого СМИ нет, вы вправе не говорить мне комментарий. И все. Это ваше право считать. Есть такое СМИ, нет такого СМИ. Вы живете в своем мире. И я, как человек, который работает журналистом, я обязан просто у вас узнать, вы действительно делали отвод судьи или нет. Евгений, вопрос к вам. Вы перед женщиной, в которую чуть телефоны не попали моим, не собираетесь извиняться? Давайте не будем об этом говорить. Давайте просто ответим на конкретный вопрос. Конкретный вопрос, конкретный ответ. Ну, я задал конкретный вопрос. Будете извиняться или нет? Нет, вы сначала ответьте на мой вопрос. Вы готовы прокомментировать эту ситуацию с отводом Суи Тихонова или нет? Ну, я хочу сначала услышать ваш комментарий. Вы же сначала телефоном кинули в женщину, а потом вот сейчас позвонили. Это здесь при чем относится? Ну, тот случай к отводу судей как относится? Ну, каким образом? Вы как это совмещаете? Во-первых, я не знаю, кто вы. Вы не представились. Назвали несуществующие СМИ. Удохновение показано. Представлять отказываетесь. То есть, все признаки, ну, я усматриваю признаки мошенничества. Окей, все, это ваше право. Вы же еще и вроде отвод судей, секретарю Сургутского суда заявили, что она там печатает громко на ноутбуке и мешает вам слушать процесс. Я так приобрел? Что за репортаж? Как будет называться? Опять статья выйдет? Да, 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 статья выйдет. Название придумали уже? Нет, я вот сейчас только всю информацию подбиваю. Понимаю. Вот, перед тем, как писать материалы, ну, я вот с вами связался, узнаю у вас, действительно ли это так или нет, вы уже ответили на этот вопрос. Вы мне не доверяете, считайте меня мошенником. Я этого не говорил. Вы усматриваете в этом мошенничество. Кто мошенничеством занимается? Мошенник. Я усматриваю признаки. А мошенник человек или не мошенник определяет следственные органы. Ну, я говорю, это ваше право. Следовательно, если вы усматриваете в моих действиях какое-то мошенничество, следовательно, вы не хотите мне ничего комментировать. Я правильно понял? Ну, учитывая, что вы чисто и сердечно признались и сами на себя навесили этот ярлык, вольному воле, как говорится. Какой ярлык? Я на себя ничего не навешивал. Я ваши слова пересказал. Это вы на меня навешали ярлык. Вы не пересказали и не процитировали, а переначали. Что я переначал? Я не знаю. Я вам просто задал вопрос. Вы сказали, что вы в моем телефонном звонке усмотрели какие-то мошеннические действия. Что я переначал? Нет, я такого не говорил. Переслушайте, если у вас записи идет. Ну, хорошо, я переслушаю. Ну, в общем, я так понимаю, ни по судье, ни по секретарю, получается, комментария не будет. Это ваше мнение, не мое. А ваше мнение тогда скажите. А мое мнение, что у вас, по моему мнению, недостаточное мужество, во-первых, для того, чтобы извиниться перед женщиной, помощницей судей, в которую вы чуть телефоном моим не попали. И, во-вторых, у вас недостаточно мужества, чтобы выйти в прямой эфир со мной под запись для всех, без монтажа, без вырезок. И, по моему мнению, нет у вас никакого честного слова. Все, это ваше право. Ваше мнение, ваше право. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Как будто сумасшедших, я пришел на процесс, я договорился с судьей. Как будто сумасшедших, я договорился с судебной... Я с вами контактирую. Как будто сумасшедших, более лояльными они стали. Бля, убери его. Сказал, ты чего меня снимаешь? Можешь в суд на меня подать? Как будто сумасшедших, я пришел на процесс, я договорился с судьей. Вы можете не мешать нам работать? Я не мешаю, я стою просто. Но я не могу снимать, потому что вы нарушаете закон. Какой? Я попросил не снимать. Какой закон нарушаю? Должно это соблюдать. Какой закон я нарушаю? Сошлитесь на норму права. Я сильно не... Я еще раз хочу предупредить, если вы конкретно выгружите это публичное пространство, я буду применять меры. Какие? Дальней. Смотрите на нас. Все, начинаем. Боя свидетелей сегодня выступало. Они изменили... По прошествии года после их опроса немного изменилось их показания, более лояльные они стали. Блин. Я пришел на процесс, я договорился с судьей. Они изменили... По прошествии года после их опроса немного изменилось их показания, более лояльные они стали. Блядь, убери его, пожалуйста. Ты чего меня снимаешь? Можешь в суд на меня подать? Более лояльными они стали по отношению к Матвейчук. С чем это связано? Как будто сумасшедший. Я пришел на процесс, я договорился с судьей. Матвейчук. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok